Двое украинских военных погибли, шестеро получили ранения в зоне АТО. Ситуация на линии фронта обострилась по всем направлениям. Пророссийские боевики увеличивают количество обстрелов украинских позиций, городов и сел из тяжелого вооружения. За сутки их было 70. На Донецком направлении попала под минометный огонь Луганская. По Троицкому били из пушек калибра 122 мм, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении банформирования с самого утра стреляли из тяжелого вооружения по Красногоровке. В Гнутово и Водяном было неспокойно на протяжении всех суток. Здесь по позициям ВСУ били из минометов. На Луганском направлении в Станично-Луганском районе было относительно спокойно. Вечером произошло два вражеских обстрела в райцентре и в Алуйском. Тяжелое вооружение не применялось. В Новоайдарском районе боевые действия велись в Крымском. В основном враг нарушал режим тишины утром. В Попаснянском районе противник активизировался по всему фронту. Взрыв и стрельба прямо возле патрулей ОБСЕ. Группа наблюдателей во время работы на оккупированной территории возле блокпоста боевиков в районе населенного пункта Молодежная вынуждена была прекратить мониторинг и вернуться на базу в Луганск. Причина взрыв неизвестного происхождения на расстоянии 50 метров от патруля, сообщает миссия ОБСЕ. Кроме того, около другого патруля неизвестные открыли огонь и стрелкового оружия. Представители мониторинговой миссии сообщили о происшествиях в совместный центр контроля и координации и попросили разобраться с инцидентами. Дела украинских узников Кремля под пристальным вниманием Хельсинской комиссии США. Об этом сообщил посол ведомства Дэвид Киллион во время брифинга в американском конгрессе. В комиссии считают, что Россия нарушает международное законодательство. Они ищут способы защиты украинских политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Семены и других арестованных в России по политическим мотивам. Ведь, по мнению представителей американского правительственного агентства, к ним было применено ложное правосудие за их достойные поступки. Орган готов обратиться с официальным заявлением по итогам слушаний о нарушении принципов демократии и прав человека в России. Они прошли в конгрессе накануне. Полиция усиливает безопасность в Одессе. Ко 2 мая хранять порядок там будут 2000 сотрудников. Кроме того, на въездах в город установлены дополнительные посты. Об этом сообщил советник главы МВД Зарян Шкиряк. По его словам, в Одессе уже действуют контртеррористические меры. В Министерстве внутренних дел сообщили, что готовы подавить попытки дестабилизации ситуации со стороны пророссийских сил. В то же время заверили, привлекут все необходимые средства для обеспечения безопасности граждан. Я полностью убежден, что в Одессе все пройдет спокойно. Никаких провокаций мы не допустим. Также хочу обратиться к украинским патриотам. Я прошу вас не играть на руку в Москве и не ввязываться в противостояние, а обращаться к правоохранителям. Мы готовы задействовать все необходимые меры, чтобы пресечь дестабилизационные действия, если они угрожают жизни граждан или жизни самих правоохранителей. Сохранить жизнь и здоровье украинцев, работающих на производстве – приоритет для государства. Эту задачу решают совместно правительства, работодатели и профсоюзы. Подход должен быть системным. Чтобы предотвратить риски, эксперты анализируют информацию о несчастных случаях. Накануне Дня охраны труда существующие проблемы обсуждали украинские и международные специалисты. Наиболее травматичная сфера – социально-культурная. К ней относятся дорожно-транспортные происшествия. Этот показатель высокий в угольной и машиностроительной отраслях, а также в сельском хозяйстве, констатируют в Фонде социального страхования. В прошлом году пострадавшим выплатили свыше 240 тысяч долларов. Чаще всего несчастные случаи происходят в крупных городах Украины. Самое большое количество страховых случаев зарегистрировано в Днепропетровской области, Донецкой области и в городе Киев. Количество травмированных людей в этих областях составляет 38% от общего количества травмированных людей. Мировые показатели травматизма на производстве также неутешительны. По данным Международной организации труда, в прошлом году в разных странах на рабочих местах погибли более 2 миллионов человек. 300 миллионов получили травмы. И это только официальная информация. Причина большинства несчастных случаев по статистике – человеческий фактор. В последние годы, как свидетельствует и Международная организация труда, именно психологическое состояние человека стоит на первом месте среди причин, которые приводят к несчастному случаю. База данных несчастных случаев на производстве крайне важна, говорят эксперты. Проанализировав ее, можно избежать существующих рисков и предупредить потенциальные. Первую очередь – это только инструмент. Для чего? Чтобы мы все вместе, правительство, работодатели, профсоюзы, на национальном уровне, совместно с международными организациями, на глобальном уровне, смогли обеспечить достойные условия труда, чтобы работники чувствовали себя защищенными. В этом году Украина планирует усовершенствовать сбор и обработку данных о безопасности труда. Международные партнеры готовы помогать не только информационными компаниями. Обещает и экспертную помощь. Инесса Знанина, Александр Бугаев, UATV. В преддверии Евровидения 2017 полиция Киева провела ночные учения на центральной станции столичного метрополитена. Так, правоохранительные органы проверили свою готовность к обеспечению безопасности в городе во время Евровидения. До начала Евровидения 2017 осталось меньше двух недель. И пока гости и участники будут наслаждаться отдыхом в столице, их безопасность и спокойствие будут охранять украинские полицейские. Они провели ночные учения на одной из центральных станций столичного метрополитена. Таким образом, правоохранители еще раз подтвердили готовность обеспечить безопасность во время проведения песенного конкурса. Полицейские совместно с сотрудниками КОРД отработали порядок взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников. Хочу подчеркнуть, это непоказательное выступление, это действительно учение. Потому что по такому сценарию непосредственно в метрополитене полиция Киева еще не проводила тренировок. Для нас это определенный опыт, который мы используем не только к Евровидению. Он пригодится нам в последующей работе. Учения проводились на станции площадь Льва Толстого. По легенде, группа боевиков захватила в заложники пассажиров вагона, на помощь которым прибыли бойцы КОРД. Спецназовцы действовали четко и профессионально. Освобожденных людей передали коллегам из полиции метрополитена. От террористов задержали. К учениям также привлекли кинологов и саперов. Они быстро нашли и обезвредили взрывчатку. Всегда есть над чем работать, поэтому мы проводим такие учения. Много учений. И можно сказать, цикл этой подготовки к Евровидению заканчивается. И уже будем непосредственно работать. Для потенциальных посетителей Евровидения безопасность остается приоритетом. Из-за продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Полицейские говорят, что эти учения пригодятся не только во время Евровидения, но и для дальнейшей работы. Штурмом подземки осталось довольно и руководство силовиков. Участникам учений поставили высокие оценки. 9 из 10 возможных. Евгения Верещака, Кристофер Эдвуд, ЮЭй ТВ. И в столицу Украины на Евровидение 2017 уже приехала первая делегация. В ее составе 7 человек из Болгарии. Кристиан Котов, который будет представлять эту страну на конкурсе в Киев, пока не прибыл. Букмекеры прогнозируют Болгарии второе место. Напомню, песенный конкурс пройдет с 7 по 13 мая. В нем примут участие 42 страны. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. Победителя определят 13-го. С сегодняшнего дня в продажу поступила очередная партия билетов на все концерты. В том числе в фан-зону и Golden Circle, ближайшее место к сцене песенного конкурса. Как сообщает официальный агент концерт ЮЭй, доступны билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. На этом пока что все больше. В следующих выпусках оставайтесь с нами, чтобы знать больше. До встречи.